В сей день памяти о мученчестве Степоноса и архиепископа Себастья В 836 году армянского летоисчисления возвысился некий свирепый злой, надменный и кровожадный, и милосердный и извинравный муж по имени Бурханадин, Танешман и Кадий Чужеземцев. Из-за своей жестокости и коварства, став спутником сатаны и сыном погибели, Сейкадий Бурханадин убил владыку Себастья, завладел его местом и провозгласил себя султаном Себастья. И так как муж сей был заносчив и коварен, поиска больше не могла терпеть его жестокосердия и надменности, и решила расправиться с ним. Однако нашлись злоумышленники, которые известили султана об этом, и он, сопровождая этими клеветниками, пришел и предал смерти 12 человек. После этого ему сообщили также, что участником того же заговора был епископ церкви Сурфнашан, владыка Сафану. Когда он послал жестоких и свирепых людей за епископом и всем его причетом. Когда немилосердные мужи пришли за епископом и причетом, владыка Стефанос, подкупив воинов, упросил их освободить других монахов и оставил их в церкви. Саму звеноболея пожилыми иноками, которые звали Сильвестр и Торос, не тревожась ни о чем, ибо был невиновен, уверенно и смело отправился к надменному мужу. Кадий находился далеко от города, и за летней жарой он с войском отправился в прохладные места, на склоны горы Акшару. Туда к мерскому мужу и привели епископа с иноками. И Кадий учинил им допрос. А епископ давал прямые чистосердечные ответы, но Кадий не верил ему и поставил условие, что они избегут смерти лишь в том случае, если отрекутся от Христа. Но епископы и иноки с твердой надеждой оставались непоколебимы в вере Христовой и, исповедуя имя Святой Троицы, говорили. Веруем в Отца и Сына и во Всесвятую Троицу, единого Бога в трех ипостасях и единой природе. Исповедуем и Сына Божьего, почеловечившегося через Святую Деву Марию, по воле Отца и хотенью Духа Святого. По благовестию Архангела Гавриила зачалось Слово Божье в недрах Девы, и родился от нее Бог и Сын Божий, Человек и Сын Человеческий, веруя в Него, распятого и умершего, погребенного и воскресшего, за наше спасение, вознесшегося на небо и восстежшего одесную Отца. Он будет судьей живых и мертвых во второе свое пришествие с небес во славе Отца и святых ангелов. За эту веру в смерть для нас благо, и Иисус Христос — жизнь для верующих в Него. Да будет известно тебе, султан, что нам не нужны твои дары, и мы не страшимся от твоих угроз. Нет нашей вины в преступлениях, в котором вы нас подозреваете, но ты поскорее делай с нами то, что собираешься сделать. Тогда нечестивый этот эмир приказал палачам обесклавить их. И палачи сначала подошли к епископу. Они два раза острой саблей сильно ударили по шее епископа, но сабля не отрубила головы. Видя это, кровожадный эмир пришел в ярость и решил, что имеет дело с колдовством. Он приказал четырем мужам держать епископа, двум за ноги и двум за руки. После этого палач ударил мечом епископа по спине и разрубил его надвое. Затем они подошли к иконам и обезглавили обоих. И так в добром исповедании к Христу умерли владыка епископ Степанос и с ним оба его инока, Сильвестр и Торос. И Бог явил великое чудо, которое своими глазами узрели чужеземцы, и засвидетельствовали о том, на тела святых не зашел свет. Так как епископ и иноки были убиты через два дня после убийства на том же месте, 14 тачиков, то их тела вперемешку были брошены на тела чужеземцев. И когда над телами святых засиял свет, нечестивый Кадзи сказал, что это чудо связано с хаджи-мусульманами, и повелел отделить тела епископа и иноков от тел чужеземцев. Но по благодати Христа свет сопровождал тела святых по срамлению чужеземцев и во хвалу христиан, как свидетельство невинности епископа. И тела убиенных оставили в пищу зверян и птицам, но христиане выкрали епископа, понесли и похоронили в одной церкви, а иноков опустили в яму и засыпали землей. Тела же нечестивцев на том месте истлели и стали пищей зверей и птиц небесных. Нечестивый же султан тот Кадзи ужесточил гонения на христиан, втимая с каждого священника цену их крови, с каждой головой по тысяче деканов, и разграбил церковь сурбнышан, крест и евангелий и другую священную утварь передал в руки неверных и поселил церкви мерзких шехов, и сделал зебия. И если взамен крови монахов брали цену сто деканов, то в качестве цены за кровь иноков они сурбили более тысячи ив и тополей с корня. Я уже не говорю о других видах взимаемых налогов. Он разрушил также святую церковь Карасунг и много других церквей. И еще до убийства епископа он созвал со всей страны звонарей и всех истребил. Много других злодеяний совершил тот проклятый Кадий, что невозможно описать. Но и он сам, впоследствии соответственно своим злодеянием, был схвачен туркменом по имени Отман и убитым. И так зло было уничтожено. И так зло было уничтожено. И так зло было уничтожено.